Пять секунд на обсыпку торта. Рекорд, который несколько лет назад никто и не мог представить. Жизнь на Армавирской кондитерской фабрике начала меняться два года назад. Тогда на предприятие приехал специалист из Японии с концепцией бережливых технологий – кайдзен. Спустя несколько дней наблюдений стало понятно – это не фабрика, это хаос. Но когда сотрудникам сказали – вы будете выпускать в три раза больше продукции, они начали возмущаться. Переработок и так хватало. Раньше мы работали как? 600, тирамису делали до 12 вечера. Мы не могли сделать, поэтому и возмущение у нас было. А теперь почему у нас получается? Работаем конвейером. И выпускают тысячу тортов в смену. За каждым кондитером закрепили свое сладкое изделие. И каждый сотрудник начал выполнять какую-то одну операцию. Выяснилось – большую часть рабочего времени отнимали именно лишние перемещения по цеху. Поэтому здесь появилось свое дорожное движение. Была нанесена зеленая разметка – это для удобства катания тележек, где не будет хаотичного движения. Были нанесены вот такие синие разметки – это парковочные места. Правильная расстановка в первый год помогла увеличить производительность на 10% и значительно сократила потери. У нас исчезла нехватка производственных площадей. То есть у нас освободились площади, о которых мы не подозревали. У нас выросла производительность у работников. Но при этом японцы не приветствуют сокращение работников. Они просто перепрофилируют высвободившие работников. Основателем бережливых технологий весь мир признал внимание советского ученого Алексея Гастева. В 20-х годах он разработал систему научной организации труда. Своими идеями он делился с Генри Фордом. Но в 30-х годах разработки Гастева были постепенно забыты. Но только в СССР. Идеи советского ученого уже у американцев подхватили японцы. До совершенства их довел знаменитый автоконструктор Таити Оно. Бережливые технологии превратились в целую философию. И она возвращается в нашу страну. Краснодарский край – один из передовиков внедрения этой системы. В Министерстве экономики региона уверяют – власти готовы помогать тем, кто решит вступить на путь к Айдзен. Прежде всего, в рамках каких-то организационных мероприятий, проведения семинаров. И прежде всего, мы сосредоточим свои усилия именно на государственном секторе экономики. В тех непростых экономических условиях, в которых находится Россия. Это один из ключевых, на наш взгляд, элементов, возможностей для того, чтобы повысить производительность труда. Вслед за производителями бережливые технологии в крае осваивают и студенты. Вот уже как год на факультете Управления Кубанского аграрного университета появился новый курс лекции. Причем заводской фэншой студенты познают на деле. Бережливому производству студентов обучают на примере штепсельной вилки. Задача – как собрать ее быстро, правильно, и главное, чтобы ни один из участников процесса не стоял без дела. Один из последних рекордов – вилка была собрана всего за 20 секунд. Что ж, попробуем установить новый. Поехали! До нового рекорда не хватило всего пары секунд. Но с каждым занятием студенты совершенствуют свои навыки. Этот учебный центр – своеобразный конструктор. Можно перемещать предметы или менять свою работу, но в конце концов все элементы должны сложиться в идеальную организацию труда. И свои умения студенты уже применяют в реальной жизни. Если мы идем вечером в магазин, большой гипермаркет, к примеру, мы можем заранее продумывать все свои товары, какие нам нужно купить, и мы, допустим, продумываем свой маршрут. Тем самым мы, когда идем в магазин, в гипермаркет, просто чтобы купить продукты, тратим около двух часов времени. Так мы это можем сократить до 40-30 минут, с учетом того, что мы будем стоять в очереди. Кайдзен, говорят преподаватели, это непрерывное развитие. Если бережливые технологии приходят в жизнь компании, то это навсегда. Ведь дорога к совершенству бесконечна. При этом не обязательно делать сразу большие изменения. Мало того, рекомендую даже при внедрении бережливой технологии идти медленно, потихонечку. Как говорят японцы, мы движемся не как зайцы прыгаем, а как черепаха. По чуть-чуть, но каждый день. Кристина Соколова, Юлия Кишинева, Эдуард Тараканов, Юрий Дешин и Дмитрий Ланин. Кубань-24, Армавир, Краснодар.